Здравствуйте, это новости ревью и сегодня в выпуске. Жлём она! МС Сайлаубек открыл свой магазин одежды. Они такие! Самые сексуальные папы казахстанского шоу-бизнеса. Гюльчатай открыла личика, Айкын наконец-таки показал жену-красавицу. Одиноким посвящается практичные советы для тех, кто в поисках второй половины. Айкын показал свою жену. Асель стала главной героиней его нового видео. К слову, в этом клипе была снята ещё одна пара – Сусо Павлиашвили и его половинка Ирина. Кстати, семья Айкына готовится к пополнению. Сабина Тургаева побывала на дне рождения артиста, где и узнала все подробности. Айкын со времён ресторанного прошлого любит Сусо. Говорит, когда представилась возможность записать с ним дуэт, просто не мог отказаться. Я скинул Сусо свои треки, ему понравились они. И мы очень близки оказались по творчеству. Хоть и он старше меня, но вкусы у нас одинаковые. О чём могут петь двое женатых мужчин? Конечно, о любви к своим вторым половинкам. Когда речь зашла о съёмках клипа, возникли трудности. Супруга Павлиашвили Ирина всегда на виду. Айкын же свою скрывал. Наверное, это грузинское обаяние. Почему мы должны снимать других женщин? Давай снимем наших женщин. Уговаривать пришлось три дня свою жену, потому что она не соглашалась. Она на четвёртом месяце беременности на тот момент была. Несмотря на сложности, и дуэт состоялся, и клип. К слову, презентация результата случилась на дне рождения исполнителя. Сейчас супруга Ирина находится на седьмом месяце беременности. Ожидает девочку. У пары уже подрастает сынок. На презентации клипа осель не присутствовала. А жаль. Уж она бы точно сказала, сколько лет исполнилось её мужу. Не знаю. Я ему не знаю. Подожди. На самом деле не важно, сколько лет ему исполнилось. Хотя я не знаю. Это юбилей и ему год. Капец. Всё, 49. Ой, ты хочешь? Ты что, нет? Дальше 49. Загадку вечера раскрыл Достану Разбеков. Участник группы Орда оказался ровесником именинника. У нас разница в возрасте с Айкэном всего пять дней. Ему исполнилось 34. Мы родились в год собаки в 1982 году. Вернёмся к самому дуэту. Говоря о сотрудничестве, гости вечера позволили себе немного пофантазировать на эту тему. Я хотел бы спеть, наверное, с Алексеем Чумаковым. Я всегда любила Бионсу и хотела бы с ней. Хотя раньше Бионсу я всегда была влюблена в Бритни Спирс. Если бы представился такой шанс, я хотел бы спеть с Николаем Носковым. Я являюсь его поклонником с 2000 года. Наверное, мечтаю спеть с нашим казахстанским суперпевцом Мирамбеком Беспаевым. Лишь Баян Есентаева о дуэтах для своих подопечных пока не задумывается. Она смотрит немного дальше. У меня есть план выйти на китайский рынок. Поэтому следующий трек для Кеши мы будем писать на китайском языке. И будем снимать клип. И всё это будет предложено китайской публике. В перерывах между весельем гости не забывали поздравлять именинника и вручать презенты. По традиции дарили в основном деньги. Ну а что ещё нужно 34-летнему отцу семейства, как ненабитый наличными кошелёк? Сабина Таргаева, Рызбая Кыш. Новости ревю. А пока весь казахстанский шоу-бист тусовался на дне рождении, МС Сайлаубек раскладывал толстовки по полочкам. Рэпер выпустил собственную линию одежды и сегодня открыл первый магазин. Вот и первый шаг в фэшн-индустрию. Сайлаубек теперь не только народный рэпер и актёр, но ещё и кутюрье. Брэд от МС носит название «Сириус Старуэр Байсэ Лаубек». Переводится как «Яркая звезда». Полный перевод. Это чисто мой бренд, который сказан слабо все в футболке. На вопрос о том, чем будет брать покупатели линейка одежды, дизайнер ответил лаконично. Это на усмотрение каждого человека. Сегодня состоялось официальное открытие первого бутика рэпера. По словам его продюсеров, уже со всех городов Казахстана поступают звонки с предложениями открыть франшизу бренда у них. Ещё бы, ведь фирменные вещи с крылатыми выражениями типа «Кимена Бибек, Кима Кимена» и «Жлёмана» скоро станут мастхевом. Одежда всё из Турции. На следующей неделе у нас будут уже детские вещи, женские вещи. Думаем сейчас обуви запустить. На открытии магазина был замечен певец Шамси, который уже успел ознакомиться с коллекцией МСи. Не то, чтобы успел заглянуть, я уже успел приобрести себе кепку. Знаете, лучше, чем китайская одежда на многих. И можно просто на улице, на районе одевать. Не скажу прям шип такой, где-то можно в клубе ходить. Ну, для посидневки одевать на себя самый раз. После официальной части публика была приглашена в бутик. Все щупали, разглядывали, спрашивали, но ничего не купили. Солист группы «Арайр» из Бекаташев решил примерить спортивный костюм. Посмотрел так на себя и оставил себе. Правильно подумал, да? Это подарок для меня? В коллекцию также вошли шапки, кепки, футболки и толстовки. Все черное и белое. Рэперы – люди серьезные, так что цветовая гамма сдержанная. Стоит такая красота от 4,5 тысячи выше. Спортивка – 23 тысячи тенге. Ну а после ивента МСи улетел в Бишкек на съемки своей очередной работы. Продюсеры не стали раскрывать все секреты. Единственное, что можно сказать – это будет клип. И, конечно, рэп. Виолетта Тельманова, Ерлан Абдуалиев, Новости Ревью. Актер Райан Рейнольд, звезда новинки этой недели фильма «Дэдпул», признан самым сексуальным отцом. Он воспитывает годовалую дочь Джеймс, в которой просто души не чает. А кто из казахстанских пап достоин этой номинации? Зрители Ревью выбрали самых-самых. На пятом месте среди самых привлекательных и сексуальных отцов, по мнению наших зрителей, разместился солист группы «Ринга» Аян Бирбаев. За этого молодого папашу поставили 1649 лайков. Несмотря на то, что певец давно женат и воспитывает полуторгодовалого сына Ади Аяна, интерес поклонниц к нему не падает. Может, даже наоборот. 1706 отметок «Нравится» и четвертое место в нашем рейтинге достаются Муратому Турганову. Зрители Ревью решили, что этот мужчина не только весел, но и достаточно сексуален, несмотря на то, что уже отец. Летом Майклу Муратовичу исполняется год. Участник группы «Орда» Дастан Оразбеков в этой гонке сексуальных мужчин и по совместительству отцов занимает почетное третье место. За него проголосовали 1790 человек. Дастан тоже воспитывает мальчика. Отличный пример подрастающему сыну Алдияру. Второе место по праву достается еще одному папе из ринга – Адильжану Умарову. 1844 голоса. В отличие от предыдущих отцов, этот воспитывает маленькую принцессу Аишу. Быть привлекательным для дам ему помогает не только внешность, но и родительская нежность, которой он смотрит на дочь. Ну и наконец, самым желанным и самым сексуальным мужчиной среди казахстанских отцов, по мнению зрителей Ревью, признан Алмаз Кишкинбаев. За певца, семьянины и папу двух дочерей проголосовало 2135 человек. Правда, каким бы привлекательным он для вас ни был, смысл своей жизни певец видит в детях и жене. Тебе скучно и одиноко? Забудь, ведь скоро день всех влюбленных. А значит, пора подыскать себе приятную компанию. Оказывается, у многих казахстанцев сердца свободны, и они не прочь приятно провести время. В канун дня всех влюбленных одинокие сердца в самом настоящем активном поиске. Девушки уже наметили себе идеального спутника, а вот парни присматриваются к самым сексапильным и ярким особам. Однако банальная «Привет, как дела?» при знакомстве уже не в тренде. Современные пикап-мастера рекомендуют использовать фразочки самого главного героя-любовника века – Адриана Челентана. Он точно знает, как влюбить в себя женщин. Мы были бы замечательной парой. Ты прекрасна. Я еще лучше. Свободна в понедельник? В пять? Да. Жаль, я буду занят. Казахстанцы тоже с большими надеждами ждут этого праздника. Через эксперимент мы решили проверить, сколько обнаружится одиноких сердец, а заодно и узнаем, кто первый должен проявлять инициативу, назначая свидание – парни или девушки. Ваше сердце свободно? Да. А вот если бы я пригласил вас на свидание 14-го числа, куда бы вы ходили бы пойти? Просто в кино. Ирина Чебула. Ну пошли вы со мной на свидание. И куда бы вы меня пригласили? Не знаю, трамвай-кафе, допустим, на крыше дома. Куда бы вы хотели пойти 14-го числа? Ну на природу, наверное. Вот какое необычное место? На кладбище, наверное. На кладбище? Какое-то необычное место. Куда? Куда? Ну на Медеу, наверное, наверное. Всего за полчаса нашего эксперимента мы нашли почти 30 одиноких сердец. Девушки, правда, не очень охотно соглашались на свидание, а вот парни были готовы тут же устроить романтик. Да и места для встреч у них более интересные. А милых дам почему-то массово тянет на природу в этом году. Дерзайте, теперь у вас есть несколько отличных вариантов, где провести романтический вечер. Яна Пучкова, Респайк, Иш, новости ревю. Продолжаем выпуск. В семейке Кардашьян Дженнер снова скандал. На этот раз ссора произошла между Кендалл Дженнер и ее отцом Брюсом, который теперь женщина по имени Кейтлин. И что вы думаете не поделили девочки? Поклонников. Стычка случилась еще в прошлом году перед шоу Victoria's Secret. Однако видео того, как это было, обнаружилось лишь сейчас. Привет, папа, я очень зла на тебя. Я знаю, что ты сообщил прессе, что придешь. Позже Кендалл отметила, она просто опасалась, что отец-трансгендер может перетянуть одеяло внимания на себя. Стоит отметить, что Кейтлин на шоу все же пришла. Просто она не могла пропустить грандиозный дебют дочери. Кэти Холмс тоже дебютировала. Актриса попыталась спародировать мимику Бейонс на Super Bowl 2016. Конечно, сначала девушка повторяла и движение, но быстро поняла, что такая хореография явно не ее конек. Роль другого человека примерил на себя и Джонни Депп. Актер сыграл Дональда Трампа в комедийном телефильме. В картине очень много юмора, который критикует манию величия бизнесмена. Сам же Депп сказал журналистам, что всегда мечтал быть миллиардером. Но пока его желание воплотилось только на экране. Бывшие возлюбленные Джастин Бибер и Селена Гомес встретятся в суде. Дело в том, что на днях состоится слушание об избиении певцом папарацци. Инцидент произошел на глазах Селены, поэтому она будет выступать в качестве свидетеля. Под Тараман и есть новости для вас. Джоан Роулинг раскрыла дату релиза новой книги. Восьмая часть бестселлера увидит свет уже этим летом, 31 июля. «Гарри Поттер и проклятое дитя» представляет собой сценарий одноименной театральной постановки. При этом роман станет официальным продолжением истории о волшебнике и его друзьях. Сабина Таргаева, новости ревью. Момент славы «Звездных войн» официально прошел. Картина больше не входит в пятерку лидеров по кассе, а значит уже неинтересна. Впрочем, не обошлось здесь и без охотника за головами из «Омерзительной восьмерки». Пятерку рейтинга открывает фантастический боевик «Пятая волна». Картина за прошедший уикенд кое-как наскребла 7 миллионов. По мнению кинокритиков, сюжет у нее очень слабый и инопланетное вторжение больше походит на детский утренник. Да и главной героине весь фильм бесполезно носится по лесу и смотрит на смазливого дровосека. Если кое-кто рискует покинуть рейтинг на четвертой неделе в прокате, то эта картина только на шестой начинает набивать карманы. Омерзительная восьмерка Квентина Тарантино наконец-то заработала нормальные деньги – 8,5 миллионов долларов. Если дела и дальше пойдут хорошо, то фильм оправдает свой бюджет. Действие происходит в США после гражданской войны. Охотник за головами, его заключенные, шериф, ковбой собираются вместе, чтобы устроить игру в кошки-мышки. Смотрите, папарацци, а можете щелкнуть еще вот так? Милые бурундучки на третьем месте. Элвин, Саймон и Теодор отправляются в невероятное путешествие по всей Америке, чтобы помешать Дэйву сделать предложение своей возлюбленной. Вдруг мадам не любит грызунов, а ведь ребята так хорошо поют. Эй, пап, как дела? Ужасающе. «Притяжения больше нет» – таков слоган новой кунг-фу панды. Мультипликация за последние 7 дней заработала на 70% меньше, чем на примерной неделе. Отсюда и второе место. В этой части выясняется, что настоящий отец Пони – гусь-лапшичник. Но это далеко не главное, ведь надо помешать Каю, пока он не уничтожил всех мастеров кунг-фу. Я больше не боюсь умирать. Он вернул свое первенство. Выживший снова стал лидером по кассовым сборам. Несмотря на то, что в прошлый раз картину подвинула панда, этот уикенд вернул Ди Каприо и Тома Харди в топ. Первобытная природа, суровая зима, индейцы и восставшие из погребения Лео сделали всех. Виолетта Тельманова, новости ревю. Большая касса – это, конечно, хорошо. Но и признание киноакадемии тоже приятно. Считается, что «Оскар» – это самая беспристрастная премия. Победители определяют эксперты, но иногда их выбор просто не укладывается в голове. «Гвинет Пелтроу недостойна статуэтки», – кричат они. «Сильвестр Сталлона не заслужил», – твердят другие. Ну а мы что? Рассказываем и показываем. Заветную статуэтку Гвинет Пелтроу получила за роль Виолы де Лесопс в картине «Влюбленный Шекспир». Критиков такой выбор киноакадемии несказанно удивил. По мнению экспертов, в том году лучшей была Мэрил Стрип в фильме «Истинные ценности». В 2003 году в категории «Лучшая актриса» победу одержала Николь Кидман. Однако многие тогда считали, что Сальма Хаек в картине Фрида была убедительнее. Другие твердили, что Джулиан Амур в фильме «Вдали от рая» утерла нос обеим. В 2010-м обладателем «Оскара» в номинации «Лучший фильм» стал «Повелитель бури». Стоит отметить, что и кассовые сборы картины были на уровне. Но, несмотря на это, многие критики тогда обвиняли киноакадемию. Говорили, что награды был достоин фантастический триллер «Район номер 9». В том же году Джефф Бриджес был признан лучшим актером. И это очень не понравилось общественности. Не всем, конечно, но многие твердили, что Морган Фримен в роли Нельсона Манделлы получился более убедительным. Ну и, конечно, как об «Оскаре» не говори, но все дороги ведут к Леонардо Ди Каприо. Актер четырежды номинировался и ни разу так и не дотронулся до заветного приза. Особенно критиков удивило решение киноакадемиков в 2014 году. Тогда Лео уступил Мэтью МакКонахи, которого признали лучшим за роль в картине «Далласский клуб покупателей». Этот год для Ди Каприо юбилейный. Он в пятый раз борется за звание самого лучшего актера в Голливуде. Против него играют Мэтт Дэймон, Майкл Фассбендер, Брайан Крэнстон и оскароносный Эдди Редмейн. Вообще, буквально каждое решение академиков кого-то да не устраивает. Однако, когда к критикам присоединяются и фанаты, то, наверное, в этом все же есть доля здравого смысла. Сабина Таргаева, Новости Ревю. Сегодня к психиатрам одного города в Австралии обратилось рекордное количество человек. Все они утверждали, что собственными глазами видели, как в океане купалась сама Мэрлин Монро. Врачи пациентам поверили. Сто блондинок, очень похожих на Мэрлин, окунулись в теплую водичку и проплыли 400 метров. Это не был конкурс двойников или какой-нибудь пранк. Таким образом, одна неправительственная организация решила собрать средства на борьбу с онкологическими заболеваниями. В итоге, неплохой лов – 50 тысяч долларов пожертвований. Монро до сих пор никого не оставит равнодушным, пусть даже не настоящая. Мой муж всегда называл мою маму Мэрлин, а моего отца Джон Уэйн, потому что он австралиец, и это были единственные американцы, которых он знал. Он называл так мою маму, я всегда считала это странным, а потом решила, что это знак. Я просто подумала, почему бы тоже не поучаствовать, тем более это ради хорошей цели, поэтому я надел платье, чтобы собрать немного денег. А вот в Польше мужчина стал спасителем для дикой белки. Теперь грызун живет в доме в качестве питомца наряду с собаками. Судя по всему, животному здесь неплохо, и обратно в лес оно не собирается. Я гулял с собаками, и что-то упало мне под ноги, и начало шевелиться. Я поднял его, он был такой тощий, как шнурок. Я понял, что он не переживет осень, потому что слишком маленький. Я обнял его, и он согрелся и ожил. Я принес его домой, узнал в интернете, чем кормить белок, и начал отпаивать его козьим молоком. Как видите, теперь бельчонок более чем в порядке, а все соседи заглядывают сюда по несколько раз в день. Бегающий по спине грызун превратился в местный аттракцион. Впрочем, сам зверек не против такого внимания. Это были все новости на сегодня. Увидимся завтра в это же время. Пока. Одежду ведущим предоставил бренд Остин.